Неделя на Дону расскажет, как живем, в каком русле движемся. В студии Анастасия Натальевич, здравствуйте. Перебои с ответственностью. За проблемы с водой местные власти ответят головой. Вот если у каждого из тех, кто допускал взять из кармана бы деньги, по окладику, хотя бы для начала или по месячному заработку, вот задумались бы. Ливень все расхлебываем. Затопленный ростовский детсад откроется не раньше сентября. Такая высота воды, воды было, вот здесь все налито было. И все через окна, через двери просачивалось. Творить, стеснув зубы, новочеркасский художник стал лауреатом международной премии «Филантроп». Я в основном пейзажи рисую. Я в интернете смотрю картинки, которые мне сильно понравятся, и я ее начинаю рисовать. Рыба, вода и душа. Праздник Донской ухи угощает и делится рецептами. Главное в ухе – это же рыба. Ну как вы не поймете, рыба самая главная, свежая рыба. Пойманная, вон, в дону это, в нашу. Вместе навсегда в День семьи, любви и верности чествуем крепкие пары и учимся верности у лебедей. Она сделала паузу, потому что понимала, что тут есть какой-то подвох. Ну и, конечно, у меня спросила, какое это слово? Я говорю, это слово «да, дорогой». Серьезные проблемы с водой в четырем городах области. Шахтах – Зверево, Новошахтинске и Красном Сулине. С жарой выросло потребление, изношенные сети нагрузки не выдержали. За июнь зафиксировано больше 40 порывов, но виновата не сколько жара, сколько местные руководители. Губернатор собрал по этому поводу специальное совещание. Главам шахтерских городов губернатор ставит неуд. Поток жалоб жителей на перебои с водой не прекращается. Большие сети, они старые, порванные, все мы это знаем, это системные проблемы. Но ведь еще в начале года на капремонт водопроводов губернатор выделил из резервного фонда больше 100 миллионов рублей. А когда начнутся работы, непонятно. Конкурсы не проведены, а в Красном Сулине не готова даже проектная документация. Что-то я никак не могу понять, почему так вольготно относимся к деньгам государственным. Вот если бы у каждого из тех, кто допускал взять из кармана деньги, по окладику, хотя бы для начала или по месячному заработку, задумались бы. Ситуацию удалось нормализовать лишь частично. В пятницу вода в полном объеме пойдет в Красном Сулине. До этого она поставлялась по графику, докладывает министр ЖКХ. И просит выделить еще 26 миллионов на ремонт канализации в шахтах. Замена полутора километров изношенных сетей решит проблемы 50 тысяч шахтинцев. Василий Голубев заявку принимает, предупреждая глав о персональной ответственности за срыв графика работ. За ситуацию, которая есть сейчас, и за то, какая она будет до конца текущего года, до конца, грубо говоря, сезона перед зимой, вы отвечаете лично головами. Головами отвечаете. Все водные проблемы – результат бездействия чиновников на местах, уверен губернатор. Ведь даже полувековыми водопроводами можно грамотно управлять, если грамотно распределить нагрузку. Нужно разработать гидравлическую схему. И глава региона готов на это выделить 10 миллионов рублей. Мария Филинкова, Мария Индрикова, Станислав Фоменко. На Дону. Вердикт виновен. В четверг Таганрогский суд приговорил мэра Владимира Праслова к году заключения в колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями. Обвинение просило три года условно. По версии следствия, градоначальник незаконно выделил предпринимателю больше 5,5 миллионов бюджетных рублей. Эти деньги якобы пошли на уборку снега с улицы Таганрога после ЧАЭС сильного снегопада в феврале 2014-го. Но прокуратура установила, что работы обошлись всего в 800 тысяч. По решению суда Владимир Праслов отстранен от должности мэра Таганрога до вступления приговора в силу он будет находиться под домашним арестом. Глава управления ГОЧС Артур Хостов на этой неделе подал заявление по собственному желанию. Причина увольнения на поверхности залившей Ростов воды. Во время аномального ливня служба, цитата градоначальника, сработала слабенько. Ущерба от стихии могло быть гораздо меньше, считает градоначальник. Признает проблему с ливневками, нужно было уделять больше внимания. Но спасатели должны были отработать лучше. Я точно сегодня понимаю, что они недоработали. Надо было выделить в городе места. Мы же понимаем, где места затопления. И, наверное, надо было об этом лишний раз прокричать. Надо было сделать для ростовчан публичную карту какую-то. Предупреждать людей, если идет большой дождь, сюда ехать нельзя. Увольнения коснулись не только руководителей. В самый разгар стихии в творческой студии на цокольном этаже занимались около десятка детей. Когда помещение стало затапливать, позвонили на горячую линию МЧС. А диспетчер просто посоветовала выйти на улицу. Она тоже уволена. Вот такая высота воды. Воды было. Вот здесь все налито было. И все через окна, через двери просачивалось. Лилось внутри. О потопе в детском саду на Даламановском напоминают следы грязи на стенах. Когда вода поднялась в человеческий рост, детей в помещениях уже не было. Оставалось несколько сотрудников. Я каждую секунду боялась, что выдавит воду через окна и через двери, потому что она пошла. Ее, знаете, как водопадом. Очень большой ущерб внутренний. Это около миллиона. За несколько дней детсад привели в порядок. Поставили сбитые потоком беседки. Надеялись, что садик заработает уже на этой неделе. Но власти запретили. Закрыли учреждение минимум до сентября. Проведут полный осмотр. Обследуют и дом на Братском 39, в котором обрушилась стена. Двухэтажка и без потопа разваливалась, но признать ее аварийной не спешили. Тут стихия, можно сказать, помогла. На жильцов обратили внимание. Нужно принять решение по общим собраниям собственников. Мы, как муниципалы, поддерживаем ваше решение и признаем это дом аварийно. Пока жильцов расселят по квартирам из маневренного фонда и выплатят компенсацию. В размере минимального размера оплаты труда, а это 7,5 тысяч рублей. Юлия Карасюк, Сергей Вишняков, Надону. Шквал эмоций, ливень обвинений. Все в адрес городской администрации. На этой неделе Сергей Горбин встретился с активными пользователями соцсетей, которые оставляли многочисленные комментарии под текстами о ливне. Городоначальник предложил неравнодушным ростовчанам войти в состав создаваемой общественной палаты Ростова и предлагать конструктивные идеи. Мне нужны люди, которые не будут просто критиковать. Сегодня критиковать легко. Попробуйте предложить вариант решения и скажите, как это сделать. Все вместе будут отширать. Городоначальник общался с блогерами больше запланированного часа. За это время обсудили почти все наболевшие проблемы финансирования ливневок, сохранение исторического облика центра города и подземных переходов, работу портала «Активный ростовчанин». Сложные вопросы требуют сложных решений, потому в составе новой общественной организации хочется видеть профессионалов, отмечают участники встречи. Должны входить люди со связями и должны входить люди грамотные, потому что активный ростовчанин не всегда грамотный ростовчанин. И из этого количества ростовчан, которые у нас сейчас там 3-5 тысяч набираются, не всегда можно отобрать даже десяток грамотных людей. Беседа не окончена. Сергей Горбань готов встретиться с неравнодушными горожанами на выходные. Уроки урагана. В ночь с 7 на 8 июля в Ростове дежурили спасатели, полиция, медики, коммунальные работники и даже водители автобусов в большой вместимости, поскольку в регион пришло очередное штормовое предупреждение от МЧС. Вахту несли на пяти точках, так называемых пониженных участках города. Сегодня в День семьи, любви и верности на Дону участвовали юбиляры в совместной жизни. Семьи долгожителей получили знак губернатора во благо семьи и общества. Василий Голубев рассказал гостям церемонию, что счастлив в браке уже 37 лет. И жить в любви и согласии им супругой помогает старинное донское правило. Перед свадьбой, это было 17 августа, сзади было свадьбой. Я говорю, знаешь, мне нужно правила тебе рассказать, которые у нас действуют. У нас на Дону последнее слово всегда за женщиной. Она сделала паузу, потому что понимала, что тут есть какой-то подвох. Ну и конечно у меня спросила, какое это слово? Я говорю, это слово «да, дорогой». Награды из рук губернатора получили 20 серебряных, жемчужных, рубиновых, золотых и алмазных супружеских пар. Юрий и Лилия Пономарева вместе полвека познакомились в театральном вузе. Он пришел в нейлоновой белой рубашке. Она не смогла устоять с тех пор вместе и дома, и на работе. Литературный дуэт заслуженных артистов России – один из главных символов ростовской филармонии. На вопрос о своем секрете семейного счастья отвечают притчей. Двое соседей, одна семья живет хорошо, а другая – плохо. Ну, пойди посмотри, что там делается-то. Он пришел и говорит, слушай, он разбил чашку. Она говорит, ничего, дорогой, я сейчас уберу. А я вчера разбил чашку, ты мне сколько выговаривала? Потому что они живут, и у меня совершенно не важно, кто что сделал. Просто в это время у каждого корона пылится на антресолях. Супруги со стажем поделились секретами семейного долголетия с теми, кто зарегистрировал брак сегодня. А таких на Дону в этом году 220 пар. Аквамариновую свадьбу отпразднуют 12 июля супруги Булькон. За 62 года совместной жизни они не растеряли ни грамма любви, трепета и уважения к друг другу. Как будто познакомились вчера на танцах в Доме офицеров. Танго, наша юность и танго. Все как 64 года назад. Эта танго супруги пронесли через всю жизнь. Благодаря бальным танцам статный офицер войск стратегического назначения и покорил девушку. Вдруг идут по ковровой дорожке вот две важные такие молоденькие-молоденькие девочки. Ей еще 18 лет не было. И я как открыл глаза и увидел, что такая красавица идет. И я еще такой девушки вроде и не видел. Позже понял, только судьба могла так соединить. Встретились в Калининграде. Он из Донской Большой Мартыновки. Она из Сибири. Хотя жила, заметим, на улице Ростовской. Ухаживал военный красиво, но недолго. Долг позвал в Прибалтику. Трогательное прощание, слезы, переписка. Но невесту чуть не потерял. Когда мне пришло вдруг письмо и сказал, что Федя, за Тамарой ухаживает морской офицер. Высокий, худой, здоровый, красивый. Приезжай, иначе потеряем Тамару. Я быстро написал рапорт командиру и приехал в Калининград. Морской офицер тут же отдал Швартовый. С тех пор Тамара следовала за мужем по гарнизонам. Прибалтика, Сибирь, Азия, Урал. И так 35 лет. Говорит, повторила бы все не задумываясь, а любовь к мужу выражает своими стихами. Где б ни был муж, там рядом я. Наш сын и дочь, и вся семья. Делили поровну всегда твою судьбу и холода. И где бы друг ты ни служил, всегда надежным был твой тыл. На пенсии все время проводят вместе. Пишут книги, стихи, мемуары, украшают дом подделками из обычных коряк. Главное во все вкладывать любовь и душу. Этому научили своих детей, внуков и уже четверых правнуков. Подать пример молодым пару пригласили на торжественное мероприятие. И Федор Дмитриевич уверен, благодаря жене он, как всегда, будет выглядеть на все сто. Давай, дорогой, за тобой поухаживаю. Приодену тебя, чтобы у меня был красивый. Так, дорогой. Спасибо. Я тебя целую. Ксения Николаева, Тагир Фатахов. На Дону. Символ семьи, любви и верности живых существ, несомненно, лебеди. Считается, что они образуют пары на всю жизнь. В народе даже появилось такое понятие, как лебединая верность, о которой сложено немало песен. Миф это или реальность до пары до времени было неизвестно. Но австралийские орнитологи все-таки решили провести научные исследования и улечили таких лебедей в измене своему партнеру. Каждого шестого, между прочим. Правда, следили только за черными лебедями. Репутация белых пока не испачкана. Впрочем, в каждой лебединой семье, как и в человеческой, всякое бывает. Эту парочку лебедей назвали терминаторами не случайно. Из-за непримиримого характера они отгоняли других лебедей из водоема. Нежилая соседства, самец даже набрасывался на конкурентов. Поэтому сотрудники поставили для них специальное ограждение, чтобы у этой парочки был свой участок водоема. Лебедь – хозяин и охранник территории. Он оберегает семью, а самка создает семейный уют. Даже когда семья обедает, ее глава патрулирует территорию. А отдыхать на курорты ходят всей семьей. Самцы черной породы ближе к появлению птенцов. Сами высиживают яйца, давая супруге отдохнуть и погулять. У лебедя лебедка всегда права, чтобы она не совершила такого. Не совсем даже с нашей точки зрения разумно. Он всегда ее поддержит. И наоборот. И все-таки легенды о лебединой любви несколько преувеличены. Все дело в прагматичности. Перед зимовкой птицы должны успеть создать пару, занять территорию, свить гнездо, высидеть яйца. После рождения птенцов тем более некогда посматривать налево и флиртовать. Этих черных лебедей назвали Аксиньей и Григорием из-за перипетий в отношениях. Пару лет прожили как соседи. То ругались, то мирились. Ксюша даже поглядывала на соседа терминатора. Но в итоге решили – надо пользоваться тем, что есть. И стали парой. Еще один забавный случай лебединой прыткости недавно произошел в зоопарке. У черных лебедей погиб самец. И мы мачо просто подарили, как компаньонок взрослой самке. И что через два года, когда мачо исполнилось четыре года, он уболтал лебедь старую и приносят потомство. И все равно у этих птиц есть чему поучиться людям. Лебедь никогда не предаст и не даст семью в обиду. А птенцов учит бережливости и дисциплине. Ксения Николаева, Станислав Фоменко. На Дону. Коротко новости, которые впечатлили на этой неделе. Авианосис из «Бстителей» взмывает с водной глади реки Дон. Герои «Звездных войн» сражаются на ростовской набережной. Робот из суперсемейки разрушает соборный переулок. А персонажи мультфильма «Город героев» гуляют по Большой Садовой. С помощью компьютерной графики студент Академии архитектуры и искусств ЮФУ Евгений Зубков перенес голливудских героев на ростовские улицы. Впечатляет. Чудо-улов на ростовской набережной на удочку удачливого рыбака клюнул полутораметровый сом. Чтобы вытащить гиганта, пришлось звать на помощь прохожих. А из Батайска уехали Александр Пушкин и Наталья Гончарова. Памятник поэту и его супруге в городском парке исчез. Завод-изготовитель забрал скульптуру за долги. Власти не могли расплатиться за памятник 3,5 года. Юный художник из Новочеркасска пишет великолепные картины, держа кисть зубами. Очередное доказательство безграничности таланта. Мальчик стал лауреатом международной премии «Филантроп» в специальной номинации «Преодоление за гранью возможного». Ее вручают два раза в год за выдающееся достижение в искусстве. Работы Сергея Ярославцева на детское творчество, похоже, мало. Его чудо-юдо «Рыба-кид» может стать прекрасной иллюстрацией нового издания сказки Ершова. А вообще на своих картинах мальчик предпочитает видеть природу. Я в основном пейзажи рисую. Я в интернете смотрю картинки, которые мне сильно понравятся, и я ее начинаю рисовать. Сергей – воспитанник Новочеркасского дома-интерната для детей с ограниченными возможностями. Но для его таланта барьеров нет. Рисует с 7 лет. У него есть картины, где виден его собственный стиль, собственное направление. Ну и, конечно, он пытается постичь еще и классические какие-то моменты. У юного художника много друзей. Он притягивает своей интеллигентностью, говорят воспитатели. Самое главное, что этот ребенок является наверняка примером для многих детей, таких же, как он, которые потянутся за ним. Уже в этом детском доме, в котором он живет, уже много детей стали заниматься творчеством. Учредители премии «Филантроп» – правительство и торгово-промышленная палата России. Из Ростовской области на конкурс прислали 35 работ. Но жюри отметило только одного автора – Сергея Ярославцева. Мария Индрикова, Александр Чалый. На Дону. На исходе первая неделя сельхозпереписи. Помимо крупных и мелких фермерских хозяйств и организаций, переписчики обходят двор за двором. В дневном плане переписчицы, ответственной за Борилло-Крепинскую слободу, 20 подворий. В спецодежде с сумкой на ремне переписчик шагает по селу. Впрочем, из дома, из другого хутора привезли на такси. Людмила Привалова – пенсионерка. Когда предложили поучаствовать в сельхозпереписи, обрадовалась. Мне очень интересно. Я так засиделась дома. Мне хочется с людьми пообщаться, общения. Мне это очень интересно. Народ воспринимает перепись по-разному. Но даже постоянными разъяснениями преодолеть барьер недоверия до конца не удалось. Кто-то с удовольствием выходит, рассказывает, с чистой душой, скажем. А кто-то так вообще может не выделить. Обход начинается по инструкции. Хозяюшка, добрый день. Это вас беспокоит сельхозперепись России. Можно вам задать несколько вопросов? Проходите, пожалуйста. Хозяйка приглашает во двор. Чистый, уютный, цветы. Живности здесь нет. На вопросы отвечает охотно. Производилась в вашем хозяйстве сельхозпродукция? Да. Да. Цель производства? Самообеспечение? Да. Дополнительный источник дохода? Нет? Ну, виноград там иногда. Ирина – учитель начальных классов. Муж – инженер-механик. Дочери 12 лет. Обычная семья. Хватает работы по дому, в саду-огороде, который и кормит, и небольшой доход приносит. Выращиваем картофель, огурцы, помидоры, морковь, свеклу, лук, чеснок. Очень много ягодных кустарников, крыжовник, смородина. Также у нас есть… Очень много… Муж у меня занимается виноградством. Село заметно отличается от тех, что были 20 лет тому назад, когда на дорогах видны были следы коров. На подворье тянуло запахом растущих в хлеву хрюшек. Птица в каждом хозяйстве была. А сегодня не так. По-честному, из 20 дворов хоть корову, хоть в одном нашли. Козу. Козу и двое свиней. Улыбчивый сосед сам приглашает переписчика. Тоже скучает по общению. Скрывать нечего. Татьяна Бочарова, Станислав Фоменко. На Дону. 500 литров настоящей донской ухи сварили в котлах на берегу Дона на гастрономическом фестивале. Каждый год в хутор Курган Азовского района съезжаются тысячи гостей. Ведь здесь можно узнать правильные рецепты главного казачьего блюда. Главное в ухе – это же рыба. Ну как вы не поймете. Рыба самая главная, свежая рыба. Пойманная, вот в Дону этом нашу. В селе Круглом Евгений Харин – главный по ухе. Рецепт в его семье передается из поколения в поколение. Готовят исключительно мужчины. А самое главное – рыба должна быть самая свежая. Та, что еще недавно по воде хвостом била. И обязательно нескольких пород. Карат серебристый, он дает сладость ухе. Толстолоб жирность продает. А сазан вкус ухе продает. Кто-то кладет в котел кислые яблоки, кто-то побольше зелени и томата. Обязательно стопку горячительного и вишневая полена для аромата. Гастрономический фестиваль собрал на берегу Дона команды из семи сельских поселений Азовского района. У каждого хутора свои секреты, которые бережно хранят. Посоревноваться со станичниками решили донские парламентарии. Ухе по-депутатски тоже есть особенности. Это когда коллектив выезжает на рыбалку, когда сами поймаем. Когда потихонечку кипяточек, потом туда рыбочку раз отворили, два, потом специи туда, потом перчик туда. Донская уха – такой же бренд, как тульский пряник и оренбургский пуховый платок. Визитная карточка региона. В этом году насладиться вкусом и ароматом главного казачьего блюда приехало более трех тысяч человек. Народу полно, люди просто радуются, эмоции переполняют. Ведь это сегодня праздник, Донская уха, ведь уже почти 10 лет празднуется. Максимальное желание у людей приехать сюда, не только из Ростова, из окраина, но и из других регионов сюда. У нас на самом деле область просто богата такими туристическими магнитами, которые мы сегодня, по поручению губернатора, массово начинаем активно продвигать по всей России. 70-литровые котлы сухой опустили за считанные минуты. Как признались нашей съемочной группе гости из Сибири, ради такого неповторимого вкуса на Дон обязательно стоит приехать. Нас все вдохновляет, нам все нравится. Здесь очень красиво, свободно. Вольный Дон, одним словом. Мы вообще под впечатлением, под большим впечатлением, что нас собираемся сюда переезжать. Анна Туполева, Сергей Вишняков, на Дону. Спорт на Дону. На Дону появилась первая чемпионка Европы по карате Кё Кусинка. Ею стала спортсменка из станицы Вешенской Елизавета Кривошлыкова. Подробности у Романа Саганова. Физкульт-привет. В болгарском городе Варна донская каратистка провела три поединка, в которых не позволила соперницам усомниться в своем мастерстве. В финальной схватке Елизавета Кривошлыкова одолела спортсменку из Румынии. В эфире программы «Спорт на Дону» новоиспеченная победительница первенства Европы поделилась с нами своими впечатлениями от этой яркой победы. Когда ты уже последний бой выигран, ты вроде как понимаешь, что все, уже дальше боев не будет, ты чемпионка Европы. Но до конца ты этого осознать не можешь, потому что, наверное, большая радость, такой высокий уровень, очень рада была. Теперь у Елизаветы впереди подготовка к мировому первенству. От боевых видов спорта к игровым. Футбольный Ростов, проводящий в эти дни предсезонный сбор в Австрии, сыграл очередной контрольный матч. Соперник – чемпион Словакии Тренчин. Желто-синие первыми пропустили гол на 13-й минуте, но на последней минуте матча точный удар Саида Эс-Заталахи свел поединок к ничейному результату. Победила дружба 1-1. На австрийском сборе у дружины Курбана Бердеева запланировано еще три контрольных матча. 10 июля наша команда сразится с 10-кратным чемпионом Австрии клубом Адмира Вакер. 14-го желто-синим будет противостоять бронзовый призер прошлого сезона чемпионата от Чехии – Либерецкий Слован. А соперник во встрече 18 июля станет известен позже. На сегодня у меня все. Любите спорт, занимайтесь спортом и будьте здоровы. У него в кармане гвоздь. У него сегодня гость. У него сегодня гость. Здравствуйте, миллионы телезрителей. Программа Сергея Синека. А что у вас? Гвоздь программы сегодня – человек с подозрительной фамилией, которого знал весь Ростов и у которого не было врагов. Соломон Самуилович Гурвич. Точнее, его дочь Ирина, потому что Соломона Самуиловича с нами больше нет. Папа снял с поезда табличку «Одесса-Ростов». Поехал на вокзал и подарил ее Утесову. Пятница. Сегодня можно. В таком русле течет жизнь на Дону. В студии была Анастасия Натальевич. Приятных выходных. На выходных можно отдохнуть от изнуряющей жары. Прохладу принесут не дожди. Аномальных ливней мы не ждем. А атмосферный фронт. Например, по ночам температура не превысит 16 градусов. Здравствуйте, о погоде расскажем прямо сейчас. Центральная Россия находится под колпаком холода. Край атмосферного фронта задевает и нас. Это и есть причина понижения температуры. Конечно, до погодных рекордов нам далеко. Но до 30 градусов в субботу и воскресенье столбики термометров точно не дотянут. А тем временем региональный МЧС установил самый высокий пятый уровень пожароопасности. Опасаться больше всего стоит жителям станицы Вешенской. Сосновые леса могут пострадать в первую очередь. Это при том, что жара, напомню, спала. Температура воздуха в станице не поднимется выше 26. В Обливской на градус выше. А в Чертково ожидается небольшой дождь и плюс 25. В Белой Калитве и Шахтах до 27 градусов. В Сальске возможно возгорание травы. В Волгодонске лесных массивов. Там ландшафтные пожары происходят каждый год. Температура воздуха в среднем на выходных в этих городах 28 градусов тепла. В Таганроге плюс 26, а в Ростове-на-Дону награду свыше. Почти везде ожидается ясная солнечная погода. Ветер до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. А теперь погода для ловли рыбы в Ростовской области. По сведениям Ростовстата за 5 месяцев оборот организаций, которые ловят или производят рыбу, превысил 400 миллионов рублей. Это больше прошлогоднего на почти 3,5%. По производству живой, свежей и охлажденной рыбы Дон входит в дюжину крупнейших российских производителей. За 5 месяцев у нас получено почти 6000 тонн рыбы. Это плюс 40% к прошлому году. Лучший результат как по ЮФО, так и в целом по стране. Ну а напоследок я поздравляю всех рыболовов. И промышленных, и тех, кто сидит с удочкой. Второе воскресенье июля, день рыбака. На этом у меня все. Статистические данные предоставлены Ростовстата. Вы увидели необычное погодное явление и успели запечатлеть его на камеру? Присылайте нам самые лучшие фотографии и видео. Мы их обязательно покажем в эфире. Адрес электронной почты на экране. Я вам желаю безоблачных выходных. До встречи. Ростовская область. Здесь начинается праздник. Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова